Сэмисхор. Почему среднюю пересадочную станцию назвали Сосновый Бор, наверное, нетрудно догадаться. Она действительно находится в очень живописном месте в окружении крымских сосен. Эту красоту любят и ценят не только туристы, но и кинематографисты. Именно здесь, в районе средней станции канатной дороги, было снято очень много эпизодов для известных фильмов и особенно сказок. Например, по тропинке между этих сосен бежала в гости к бабушке Красная Шапочка. Здесь же за смолистую кору Крымской сосны зацепилась борода Карабаса-Барабаса, а Буратино, воспользовавшись беспомощностью хозяина кукольного театра, с удовольствием бросал в него шишки. Среди камней этого соснового леса пробирались, стараясь остаться незамеченными, советские диверсанты в фильме «Диверсант. Конец войны». Длина нижнего участка канатной дороги Мисхор-Айпетри – 1310 метров. И если путешествия по верхнему безопорному пролету некоторые сравнивают с полетом на вертолете, то расстояние между станциями Сосновый Бор и Мисхор вы преодолеваете, как будто на воздушном трамвайчике. Вагон плавно плывет над землей, пересекая крупные и не очень автомобильные дороги, и возвращая наших гостей из царства крымской природы в цивилизацию южного побережья. Только канатная дорога Мисхор-Айпетри может позволить так быстро и комфортно переместить пассажиров по горной местности на расстояние 3 километра и на высоту 1153 метра. Именно поэтому она является не только уникальным инженерным сооружением, но и стратегическим объектом, нередко приходя на выручку спасательным службам и местным предприятиям. Так, например, если на Эйпетри срочно нужна кому-то помощь, то канатная дорога в этом случае становится незаменимым видом транспорта для спасателей или медиков. Без преувеличения можно сказать, что на счету нашей канатной дороги не одна спасенная жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...